Приветствую вас, мои дорогие! День будет посвящен осознанности, потому что любое начинание должно быть с того, кто я, что я и чего я хочу. Так вот, для того, чтобы понять, какие желания у вас есть, и какие истины, а какие ложные, мы будем практиковать осознанность. Что такое осознанность? Это ответственность бесчувственной жизни. Это когда ты понимаешь, кто я, чего я хочу, что я чувствую, чего я боюсь, может быть, что меня беспокоит. Есть разные состояния. Есть одна очень хорошая практика, которую я начала где-то года полтора-два назад применять в своей жизни. И именно тогда качество моей жизни улучшилось. Именно тогда мои желания стали исполняться практически мгновенно, потому что я стала ощущать себя, ощущать и понимать, что я хочу на самом деле. Так вот, когда вы утром просыпаетесь, прежде чем куда-то бежать или начинать вникать в какие-то проблемы, задайте себе вопрос, что я хочу, что для меня этот день, что я чувствую, что-то меня, может быть, беспокоит, какие ощущения у меня в теле, в душе, какие мысли в моей голове. И тогда вы начнёте отслеживать. Потому что, смотрите, приведу один пример. Однажды мы гуляли с моим знакомым, и я чувствую, что у меня к нему претензии, мне это не нравится, то не нравится. Я такая, так, стоп. Какая основная моя мотивация, что он мне не нравится, что он меня как бы раздражает? Что же такого послужило тем спусковым крючком, который дал эти эмоции? И копнув, я поняла, что я не получила того, чего я хотела от него, и поэтому мне высказанные эмоции, которые я их внутри зажала, дали такую реакцию. Потому что внешне, ну, мы же все хорошие люди, хорошие девочки, мальчики, да, люди, которые осознанные, вроде как духовные, и мы начинаем говорить, что, ну да, конечно, ну как бы человек там не виноват, еще что-то. То есть, и мы свои эмоции подавляем. А потом начинается все равно, эта эмоция, она копится внутри вас, и она дает выход, она взрывается, но вы не понимаете, от чего она идет, что есть корневое убеждение этой эмоции. И для того, чтобы это понимать, нужно практиковать каждый день осознание того, что я чувствую, кто я, что меня беспокоит. Вот сегодня утром я проснулась, и меня беспокоит, что а вдруг мы запишем плохое видео, а вдруг будет мало людей, а вдруг не все будут выполнять задания. То есть, откуда это идет? Это идет, опять же, от желания результата. Да, то есть, как бы, вот я сейчас осознала, что есть желание результата, это желание, как бы, того, чтобы больше людей смотрело. И я это отпускаю, и мне становится легче. Это как перед выступлением. Если вы волнуетесь, вы переживаете, а мы все, наверное, переживаем перед большим количеством народа. Вы можете использовать такую технику, она очень простая, легкая, и она реально работает. Когда я в Индии выступала перед 100 тысячами человек, мне было реально страшно. Представляете, говорить на русском языке, тебя переводят на хинди, сидит куча-куча народу, и это просто было такое незабываемое зрелище. Что я сделала? Я когда вышла, ну, прежде, конечно, помедитировала, и когда я вышла, я сказала, добрый день, я рада вас всех видеть, я очень волнуюсь, потому что это мое там первое выступление, потому что там такая большая публика, так много народов. И это отпускает. Почему? Потому что вы осознали это, вы признали это. Как только мы признаем, да, я боюсь, страх уходит, потому что 80% нашего успеха это осознанность, это то, что вы принимаете. Понимаете? То есть как только мы понимаем, что нас беспокоит, мы можем это разложить и понять, откуда идут ноги. Любой страх имеет под собой определенную какую-то тоже спусковой механизм, спусковую платформу, такую начальную платформу. И когда мы осознаем какие-то страхи, мы можем их прописать и избавиться от них. Когда мы осознаем, откуда у нас идет гнев, агрессия, она ведь тоже не на пустом месте появляется. Человек раздражается по какой-либо причине. И что это за причина? Нужно просто понять и осознать. Я могу так сказать, с сегодняшнего дня вам нужно практиковать эту осознанность для того, чтобы изменить свою жизнь и чтобы ваши желания начали исполняться. Рекомендация вторая. Завести дневник. Дневник, который поможет вам осознать многие моменты. Вы берете любой дневник, какой вам удобен, тетрадка, дневник, листы, но лучше, конечно, тетрадь и дневник. Ручка. И каждый день вы вечером садитесь и прописываете, что вы сегодня, какие эмоции у вас были, какие чувства у вас были. Что-то, может быть, вас беспокоило, может быть, где-то вы чувствовали себя неуверенно, может быть, вы им за что-то себя вините. Часто могут винить себя люди, что опоздали на работу или не выполнили то, что обещали, или вспыхнули на дороге. На дороге очень часто, особенно те, кто стоит в пробках, начинают раздражаться, когда другие люди, как им кажется, тупят. почему вы раздражались? Потому что вы были в напряжении, вы опаздывали. А почему вы опаздывали? И все это вы прописываете. Или, например, вы съели что-то, теперь себя корите, то есть что-то нехорошее, то, что для вашего организма не есть хорошо. Но вы должны тогда прописать, что вот я чувствовала то-то, то-то, и найти себе заменяющие установки, например, то есть на дороге. Если меня раздражает, что все так едут медленно, еще что-то, то мне нужно либо выходить чуть пораньше, то есть минут на 5-10, либо наоборот, чуть попозже выходить, чтобы не попасть в эти пробки. То есть можно найти себе какие-то моменты, которые на самом деле помогут вам избежать этого раздражения. И когда мы едем спокойно, в расслабленном состоянии, на самом деле вы заметите, как легче ваша дорога становится. То же касается и еды. Вы можете подумать о том, как заменить плохую еду, манифестировать, так скажем, желание того, чтобы питаться правильно. Вот вчера я запустила для себя такую вещь. Я перешла на сыроедение. Я уже пыталась до этого перейти на сыроедение, но все равно меня как-то вело на какую-то еду, которая готовая. И я провела такой тест. Он очень хорошо помогает. Энергетический тест. Мы его запишем и думаю, завтра, послезавтра скинем. Но я сейчас объясню, как он работает. Наше тело, оно на самом деле больше знает и лучше знает и понимает нас. Так называемый мускульный тест. Когда мы встаем и задаем себе вопрос, что ты хочешь, как это происходит. Даже я, наверное, сейчас вам это все покажу. Мы закрываем глаза и проговариваем. Это мое да. И вы видите, тело идет вперед. Это мое нет. И тело идет назад. Меня зовут Алтунай. Меня зовут Татьяна. Видите, тело само реагирует. И вы задаете себе вопросы. Вот я вчера задала себе вопрос. Почему? Хочет ли мое тело быть на сыроедении? Тело сказало да. Хочет ли мой мозг быть на сыроедении? Тело сказало нет. И я начала копать. А почему? И выяснилось, что тело хочет, потому что ему это комфортно. Оно знает, оно лучше знает. А мозг считает, что мы же от этого умрем, если у нас не будет горячей пищи. И мы выгружаем такие негативные убеждения и заменяем их на позитивные. И точно так же ваша задача определиться, осознать, что у вас есть негативного. Какие негативные эмоции или какие-то, может быть, беспокойства у вас есть. Но прежде всего вам нужно осознать, что вы чувствуете. И дневник вам об этом очень сильно поможет. Не нужно присылать их мне, не нужно кому-то показывать. Это для вас, для вашего личного осознания. Вы потом посмотрите и поймете, какие были эмоции и какими они стали. В течение нескольких дней мы будем практиковать именно какие эмоции вы будете. Можете в комментариях писать, если хотите. Лучше, конечно, если вы напишите в комментариях, таким образом я составлю самую лучшую медитацию, при которой мы сможем выгрузить все часто повторяющиеся состояния, чтобы я проговорила. У кого-то это может быть гнев, у кого-то чувство вины, у кого-то может быть неуверенность. То есть все, что вы напишите, я постараюсь включить в нашу медитацию. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях свои чувства, эмоции, которые вам мешают и от которых вы хотели бы избавиться. Это вот как раз про осознанность, про то, чтобы осознать свое внутреннее состояние и что вам мешает. Что мешает прийти в нашу жизнь к тому изобилию и тем достижениям, которые мы хотим. Итак, начинаем. Заводим дневник и каждый день спрашиваем себя, что я чувствую, чего я хочу и вообще, кто я и что я. Благодарю вас за внимание. Всех благ, любви и процветания. Ваш Алтынай.